Приветствую вас, дорогие друзья, на канале Мастер ЦСС. На связи с вами Серега. И прежде чем мы начнем обучение, хочу сказать вам спасибо за то, что смотрите наши видео, подписывайтесь на канал, ставите лайки и комментируйте. Огромное вам спасибо. Очень приятно на самом деле. Итак, теперь перейдем к сути. Этим видео я открываю новый цикл занятий по обзору редактора Brackets. Как говорят сами разработчики, это современный редактор с открытым кодом, который понимает веб-дизайн. Итак, если у вас еще нет этого замечательного редактора, переходите на сайт brackets.io и щелкаете загрузить данный редактор. Обратите внимание, что здесь он загружается вместе с плагином Extract Preview by Adapt. Мы будем этот плагин рассматривать. Я чуть-чуть покажу, как его установить, если у вас его нет. Здесь ниже можно загрузить установочный пакет редактора без плагина в комплекте. А здесь есть другие загрузки, то есть там портативные версии под другие системы. В общем, я буду пользоваться именно этой кнопкой. И заранее я уже загрузил архив, точнее установочный пакет редактора. Вот он у меня какой. И я щелкаю, и открывается окно установки. Дальше жму меня изменить путь. Я установлю его на другой диск. Прок. И здесь давайте я введу Brackets. Brackets. Отлично. Так, f-proc-brackets. Окей. Next. Идет у нас достаточно быстрая установочка. Так, 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 так. Сразу говорю, что чем отличается этот редактор от того же Sublime. Возможно, некоторые захотят узнать, что лучше, мое мнение. Так вот. Если брать новичков, то им будет намного проще осваиваться именно с этим редактором. Почему? Потому что он поддерживает русский язык. У него легче устанавливать там расширения всякие. Все это делается при помощи кнопок. Плюс есть свои фичи, которых нету изначально в Sublime. Итак, но сразу говорю, что для профессионалов, которые работают на редакторах через горячие комбинации клавиш и прочие интересные приблуды, в принципе, разницы никакой не будет. Итак, редактор у меня установился отлично. Я сейчас его запущу. Так, минуточку. Вот он. Так. И вот наше окошечко с редактором. И вот стартовое окно. То есть, изначально, если вы его раньше не устанавливали, у вас запустится, так сказать, обзорный файл, в котором будет уже содержаться открытый файл index.html. Итак, здесь видим сначала все не так уж и хорошо, как должно выглядеть. Видим, как плохо обрабатывается русский шрифт. Но в следующих уроках это мы все исправим. Сейчас главное, чтобы у вас этот редактор запустился. Если он запустился, смело переходите к следующему занятию. Ну и, конечно, не забывайте ставить лайки нашему видео и подписываться на канал Мастер ЦСС.